Здравствуйте! В эфире информационно-аналитическая программа «День города» и я ее ведущая Олеся Котровская. Главная тема сегодня. В Рязани ужесточили требования к коммерческим перевозчикам. Работа по вечерам будет оцениваться отдельно. Все парки города обработали от клещей. Сейчас прогулки в этих местах отдыха разрешены. Ко дню медицинской сестры в Рязанском медицинском колледже открыли мемориальные доски в честь выпускников героев войны. В Рязани ужесточили требования к коммерческим перевозчикам по работе вечерами. 12 мая опубликовано соответствующее постановление мэрии. Согласно ему, в ежемесячных отчетах фирм появятся новые пункты – плановое и фактическое число рейсов после 20.00 и процент выполнения плана. Ими дополнили аналогичные показатели по всем рейсам в целом. Таким образом, теперь работа перевозчиков по вечерам будет оцениваться отдельно. Коммерческие фирмы обязаны ежедневно выполнять не меньше 80% плановых рейсов. Несоблюдение требований – основания для прекращения действия свидетельства на право перевозок. 12 мая отмечается Международный день медсестры. В Рязани специалистов этого профиля ежегодно выпускает медицинский колледж. И в честь этого праздника сегодня открыли две мемориальные доски, посвященные выпускникам героям войны. Под тканью – мемориальные доски двум героям войны, выпускникам Рязанского медицинского колледжа. В июне 41-го произошел ускоренный выпуск фельдшеров и санитарных фельдшеров, а также медицинских сестер. Они были отправлены в прифронтовые госпитали. Среди рязанцев был и Николай Копытенков. Другая мемориальная доска посвящена Марии Федюковой. Она просилась на фронт с первых дней. Вытаскивала бойцов с поля боя, оказывала доврачебную помощь раненым. Четыре медали, два ордена Отечественной войны и награда имени Флоренс Найтингейл. Теперь мемориальные доски со знаковыми выпускниками в военных лет красуются на стенах колледжа. Сегодня колледж не узнать. Современные кабинеты, современное оборудование, прекрасные симуляционные центры, где будущие фельдшера и медицинские сестры, кушерки осваивают профессию. Замечательное учебное заведение, которое дает не только профессиональные знания, но и воспитывает доброту, милосердие, эмпатию, которое помогает молодым людям сегодня определиться в выборе не только профессии, профессионального пути, но и жизненного пути. Сейчас в Рязани трудятся несколько сотен медсестер, фельдшеров и санитарных фельдшеров. Большая часть вышла из стен медицинского колледжа и теперь работает на благо горожан. Их работа не видна тем, кто не нуждается в помощи. Но так хорошо верить, что когда она понадобится, они будут рядом. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Спинальная мышечная атрофия – смертельное заболевание. Каждый год в России рождаются около 20 детей с таким диагнозом. Болезнь буквально парализует человека, при этом у него сохраняется психическое развитие. Спасение от этого заболевания существует, однако стоит лечение очень дорого. Болезнь не обходит страну и Рязанский регион. Сейчас наши земляки, молодые родители, просят у нас с вами помощи для лечения маленького Кирилла. У шестимесячного Кирилла спинальная мышечная атрофия. При этом заболевании все органы и мышцы стремительно слабеют и в итоге отказывают. Уже сейчас утро Кирюши начинается с гимнастики, массажа ножек и ручек. Мальчика поворачивают, чтобы он больше двигался, затем с помощью специального аппарата ему помогают откашливаться и санируют аспиратором. После этого Кирюша может поесть. У мальчика пропал глотательный рефлекс и сейчас он питается каждые три часа через зонт. Дыхание у Кирилла слабое, он помогает себе дышать животом. Мы с ним делаем гимнастику через откашливатель, которую делаем 150 раз в день. Это мы делаем каждый день. Это ему помогает лучше дышать. Без аппарата откашливателя Кирюша просто не сможет жить. С данным препаратом у него разрабатываются легкие, разрабатывается грудная клетка, чтобы ребенок был полноценным, чтобы он дышал, как и все люди, грудью, а не животом. По ночам Кирюша спит на аппарате неинвазивной вентиляции легких. Родители круглосуточно находятся рядом с малышом. Папа Кирилла работает шесть дней в неделю, чтобы обеспечить семью. Однако стоимость лекарства, которое нужно малышу для полного выздоровления, оказалась неподъемной для молодой семьи. Препарат Зонгельсма – это препарат генной инженерии. Он занесен в книгу рекордов Гиннеса как самый дорогой препарат в мире. Когда я узнал о его стоимости, я просто был в ужасе. Неужели существует такое лекарство, и оно стоит таких бешеных денег? Но после общения с родителями, которые вели сбор, то есть они меня убедили, что можно собрать данную сумму. Люди собирают ее. Нам удалось на данный момент собрать чуть более 19 миллионов рублей. Это порядка 10-11% от общей суммы. Американский препарат теперь можно ввести и в России, в Москве. Его полная стоимость – 2 миллиона 274 тысячи долларов или чуть больше 160 миллионов рублей. Укол, который жизненно необходим Кирюше, вводится один раз в жизни. Данный препарат необходимо ввести до двух лет и веса до 13,5 килограмм. Все собранные деньги вы можете увидеть на сайтах благотворительных фондов и на сайтах, на социальных страничках. Там есть полный отчет. Каждый рубль учтен, никуда не использован. То есть у нас там ведется ежедневный финансовый отчет. В сборе средств нам помогают благотворительные фонды «География добра», «Милосердие», «Милосердие хелп», «Сострадание». Молодую семью из Шацка поддерживает телевидение, радиостанции и газеты. Сбор стараются закрыть быстрее, потому что после исполнения ребенку двух лет введение препарата считается бессмысленным и он не даст должного результата. Между тем существуют примеры детей, которые уже прошли через данную процедуру. Их поврежденный ген теперь исправлен. Я общаюсь с родителями таких же детей. И мне эти родители говорят, что есть очень сильные изменения. Ребенок начинает более активно двигать руками, ногами, держать голову, начинает сам кушать. Дети начинают ходить, прыгать, бегать. То есть нужно хорошая реабилитация после данного укола. К работе с ребенком после дорогостоящего укола родители готовы. Они и сейчас видят прогресс в его состоянии после курса поддерживающих уколов, на которые государство выделяет по 8 миллионов рублей. При отсутствии подобной терапии у детей больных с МА болезнь прогрессирует. Ребенок начинает медленно умирать. У него отказывают руки, ноги, ухудшается дыхание, в конце концов может остановиться сердце. После трех уколов поддерживающей терапии спинраза Кирюша стал лучше двигать ручками. Появились движения в ножках, которых практически не было. Стал шевелить головкой получше. Когда он плавает в ванне, он пытается уже перевернуться с животика на спинку вместе с кругом. Ему очень нравится, когда он плавает. Ему легче в воде двигаться. Специальный тренажер помогает мальчику двигать ножками. После спинраза у малыша улучшается тонус мышц. Но всю жизнь прожить на таком лекарстве нельзя. Необходим тот заветный американский укол. Пока статистика говорит о том, что только родители своими силами, силами фондов и благотворителей могут спасти своих детей от СМА, собрав необходимую сумму. Возможно, в будущем что-то изменится. А пока помочь маленькому Кирюше, дав ему шанс на хорошую жизнь, можем мы сами. Отправив смс на короткий номер 7522 со словом «Кирилл», введя через пробел сумму пожертвования. Или воспользоваться любым другим удобным для вас вариантом. Оказать помощь можно через сайты фондов, группы Кирилла Петрова в соцсетях или по указанным на экране реквизитам. Это может быть 50, 100, 500 рублей. Любые деньги важны для жизни этого малыша, ради улыбки которого сживут его родители. Анна Герцовская, телекомпания «Город». Сезон активности клещей начинается в мае. В Рязанских парках провели обработку от клещей. Что она в себя включает, расскажем дальше. Сегодня утром парки закрыты. По ним ездят автомобили, с которых на территорию зоны отдыха распыляют препарат российского производства. Так в Рязани началась акарицидная обработка от клещей. Эффективность у него довольно-таки очень высокая. Остаточное действие 30-45 дней. Препарат мы используем на масляной основе, то есть высокая прилипаемость на подстилку идет. Если будут дожди какие-то, то смываемость очень низкая. Людей, кстати, такое зрелище не пугает. Вот они спокойно гуляют по аллеям и сидят на площадках. Никого не смутили ни запрещающей таблички, ни красная лента. Сами работники говорят, что для теплокровных вещество не опасно, но нахождение людей во время работ не рекомендуется. Зато уже через час парк можно посещать. ЦПКИО не единственная площадка, где прошли такие мероприятия. Мы обработали сегодня Комсомольский парк, парк Польско-Советского братства, парк Гагарина, морской славы, лесопарковую зону и вот это у нас уже последний парк сегодня. Эффективность обработки посмотрят уже через три дня. Сделают это те же сотрудники. Но даже после акарицидной обработки не стоит пренебрегать элементарными правилами защиты от клещей. Длинные штаны, носки и закрытая обувь – все это следует надевать в походах по лиственным и смешанным лесам. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Госдума в ближайшее время объявит о новых нормах по ужесточению оборота оружия, рассказал 11 мая в интервью известием зампредкомитета Нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Среди новых норм может быть усиление контроля за распространением в интернете сведений о клумбайнах, повышение возраста владения оружием, появление ответственности врачей, выдающих справки его будущим владельцам. Кроме этого, в России запретят выдавать лицензии на приобретение оружия гражданам с двумя и более судимостями, а также задержанным за вождение в нетрезвом виде. Последний весенний месяц, цветущий май, располагает и творческих людей к исполнению определенных мотивов. В салоне на Старом Перекрестке открылась выставка двух художниц, наполненная работами о цветах и солнечных днях. Весной в особенности хочется жить. С пробуждением природы, с цветением черемух и яблонь, с пением птиц, в душе каждого, даже самого скептичного человека, рождается особое чувство. Предвкушение чего-то нового, ожидание счастья, радости. Именно такое настроение царит в атмосфере этой выставки. Цветы, весна, тем более сейчас такое сложное время. У людей такое, да, масочный режим еще пока в Рязани не убрали. Вот хотелось рязанскому зрителю доставить такое удовольствие, чтобы люди знали, что жизнь продолжается. Большинство представленных работ, написаны художницами в последние годы, и в них можно узнать знакомые глазу каждого горожанина картинки. Последние работы – это городские пейзажи. С улицы Урицкого написала. Март на Подбелке называется. Розы на площади Ленина. Потому что мне всегда прохожу, мне просто восхищают эти розы на площади Ленина, где фонтаны очень красивые. И запах, и там, и все. Обе художницы – акварелистки. Но на выставке представлены работы не только в этой технике. Масло на холсте тоже может быть ярким, солнечным и создавать флер легкости. Эта работа была написана в 2020 году. Называется «Солнечный день». Захотелось написать такой натюрморт, вроде как бы и абстрактный, немножко яркий. Такие цвета взяла и оранжевый, и красный такого, с фиолетовым немножко. Ознакомиться с творчеством рязанских художниц можно в камерном салоне на Старом Перекрестке. И на сегодня это все. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте город62.тв. Всего хорошего и до скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова